Привет! Мы отпраздновали Новый Год, все живы и относительно здоровы, и готовы ковыряться, изучать всякие разные гаджеты и, ясное дело, рассказывать вам о них. У нас тут, на самом деле, куча планов, и некоторые из них мы уже начали притворять в жизни. Это можно заметить, например, по оформлению нашего канала. НЕКСУС 5X По качеству и громкости основной динамик уступает старшему брату от Huawei, который, к слову, тоже особых звезд в этом плане и не хватал. Тут же ситуация еще печальнее. Нужно оговориться, 5X это упрощенная и более доступная модель, и поэтому менее навороченная. В российской рознице на январь 2016 года стоимость младшей 16-гигабайтной версии составляет порядка 30 тысяч рублей, в то же время НЕКСУС 6П обойдется ощутимо дороже, тысяч эдак на 15. Мы не будем долго останавливаться на дизайне и корпусе. Устройство выглядит максимально нейтрально. Разве что задняя крышка, несъемная, к слову, ощущается нагруженной визуально. На ней некрасиво возвышается основная 12-мегапиксельная камера, имеется двойная светодиодная вспышка, лазерный автофокус, быстрый и точный сканер отпечатков пальцев Nexus Imprint и внушительных размеров надписи Nexus, нанесенная краской. В самом низу логотип производителя, а на нижнем торце пока еще редко встречающийся даже в гиг-среде USB Type-C стандарта USB 2.0 с быстрой зарядкой Fast Charge. Не путайте с Qualcomm Quick Charge, это разные форматы. Впрочем, потребителю важно знать, что заряжается Nexus 5X от родного зарядника реактивно быстро, но уж формат, да и кук бы с ним. Сам корпус может быть в трех цветовых вариантах. Классический черный soft-touch, кварцевый или белый. Белый вариант будет уже не soft-touch, не имейте этот факт в виду. У нас же приятный на ощупь черный вариант. После современных флагманов 5X с его габаритами в руке ощущается компактным и удобным смартфоном, с которым запросто справляешься одной рукой. По сборке вопросов нет. Nexus 5 не скрипит и в руках не разваливается. Собран добротно. Спереди, как бы удивительно это не было, расположен экран IPS-матрица с Full HD разрешением, средней цветопередачей и диагональю в 5,2 дюйма. Ничем выдающимся дисплей похвастать не может. Разрешения достаточно, яркости вроде бы тоже хватает, но, конечно, хотелось бы, чтобы белый цвет был белым, а не таким откровенно желтым. Аппаратной платформой был выбран шестиядерный процессор Snapdragon 808 с двумя мощными ядрами и четырьмя ядрами попроще для менее ресурсоемких задач. Такой же используется, например, в LG G4, Moto X-Pure или Xiaomi Mi 4C. Видеоускоритель чуть проще, чем в Snapdragon 805, Adreno 418, а оперативной памяти 2 гигабайта, стандарта LPDDR3. Такой же объем оперативной памяти был и в Nexus 5 позапрошлого года, что, в общем-то, несколько смазывает впечатление от технической начинки Nexus'а. Основной памяти может быть или 16, или 32 гигабайта. Больше никак. Телефон по традиции не поддерживает карты памяти. В нашем стандартном тесте Geekbench 3 герой этого обзора показал себя молодцом, набрав 3500 очков в многоядерном режиме и 1202 в одноядерном. Результаты хорошие, и начинка обеспечивает быструю и плавную работу системы и приложений. В играх же иногда наблюдаются заметные проседания частоты кадров, а уровень графики, к сожалению, не всегда максимальный. Если игры для вас не приоритетны, то этот факт не должен смущать. Во всем остальном Nexus 5X работает быстро и плавно, не в последнюю очередь благодаря отсутствию дополнений от сторонних производителей, которых вот хлебом не корми, но дай что-то поменять, добавить и спохабить тем самым всю систему. Здесь чистейший Android 6 версии, первый в очереди на получение свежих обновлений. Это же Nexus, тут иначе никак. Если в играх Nexus 5X чуть сдаёт, то в плане фотографии расправляет крылья и заставляет всех конкурентов нервничать. Основная 12-мегапиксельная камера с апертурой 2.0 идентична модулю в премиальной версии Nexus от Huawei и даёт прикурить практически всем текущим смартфонам на рынке. Отдельной особенностью Nexus'ов традиционно стал режим HDR+, но он действительно помогает сохранить цвета и сделать хороший кадр даже в сложных условиях. Единственный минус основной камеры, в ней нет оптической стабилизации, которая пригодилась бы при съёмке видео или фото в условиях недостаточного освещения. Если вы хотите ещё внимательнее рассмотреть фотографии, сделанные мной самолично на красной площади этим смартфоном, то загляните в описании, там есть ссылка специально для вас. Если любите мобильную фотографию, то вполне может статься, что Nexus 5X окажется для вас подходящей трубкой. Он и 4К даже умеет снимать. Каких-то ощутимых плюсов, кстати, от наличия лазерного автофокуса ощутить не удалось. Больше похоже на маркетинговую уловку из разряда «А зацените-ка, как мы можем!» Можете и ладно, тот же iPhone или Note 5 фокусируются абсолютно так же точно и быстро. Спереди же обычный 5-мегапиксельный модуль. Делает хорошие и качественные снимки, но восторженно пищать от результатов, в отличие от основной камеры, как-то вот не тянет. Я активно пользовался трубкой, снимая ее зарядки с утра, и к вечеру она была еще жива. Объем батареи 2700 мАч, чего, в общем-то, хватает для получения 4 часов включенного экрана в течение дня. У меня было активировано распознавание фразовки Google, какое-то время играла музыка через Bluetooth, активно использовалась камера, приложение социальных сетей и немного игр, и телефон, уверенно, доживал до вечера. При менее активной эксплуатации подавно претензий ко времени автономной работы быть не должно. В общем и целом, оба Nexus'а, что 6P, что 5X, получились аппаратами сбалансированными, интересными и качественными. Очевидна разница в ценовых категориях, но оба по-своему хороши, работают очень быстро и делают классные фото. Хотите максимум? Ваш выбор Huawei Nexus 6P. Имеете намерение потратить меньшую сумму, но получить близкий к флагману аппарат? И тут LG Nexus 5X выскакивает из табакерки и предлагает свою кандидатуру. Да, конечно, хочется, чтобы он стоил еще дешевле, но с текущим курсом евро приходится мириться. Будем надеяться на лучшее. Про Nexus вам рассказывал Илья Казаков. Всегда рад вашим комментариям, а уж подписчикам тем более. Пока-пока.